Сегодня в режиме видеоконференции в гимназии номер 4 микрорайона Московского состоялось Общероссийское родительское собрание. В ней приняли участие активисты родительского сообщества. Какой вопрос был адресован министру просвещения России Сергею Кравцову от нашей республики, расскажет Альбина Ламкова. Общероссийское родительское собрание в режиме видеоконференции с прямым включением проходит в седьмой раз, а наша республика участвует в нем впервые. Перед началом собрания заместитель министра образования и науки республики Елизавета Семенова пообщалась с родителями о том, как они со своими детьми прошли дистанционное обучение. Было отмечено, что последние полгода были сложные, но тем не менее работа в системе образования не прекращалась. Все проблемы озвучивались и решались на совещаниях в режиме видеосвязи. Наверное, все-таки проблемы по России у нас у всех примерно одинаковые, но в этом году и нововведений много. Мы знаем, что у нас и доплаты за классное руководство ввели в этом году большая программа. У нас в этом году обеспечение начальных классов горячим питанием. То есть работы очень много, и я думаю, что в связи с этим и вопросов много. Тема первого вопроса на общероссийском родительском собрании касалась здоровья и о подвигающемся риске заболеть коронавирусом. Проведение единого государственного экзамена показало, что если соблюдать необходимые требования, то риск минимизируется. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил несколько моментов работы в этот сложный период. Первое – это, конечно же, фильтры в школах, недопущение на занятия детей, имеющих признаки инфекционных заболеваний. Второе – это соблюдение санитарных правил уже непосредственно в школах. Еще один важный элемент подготовки к учебному сезону, к учебному году – это вакцинация. Вакцинация против гриппа. Хочу обратить внимание, что дети вакцинируются с шести месяцев. Активисты родительского сообщества Карачаева-Черкесии решили обратиться к министру просвещения Сергею Кравцову на тему сохранения культуры и традиций своего народа, передачи этих знаний детям. Как мы живем в многонациональной республике, нас как родителей волнует тема сохранения культуры, традиций и языка своих народов. И, соответственно, вопрос тоже заключается именно по этой тематике. Мы собираемся сегодня в тематическом классе изучения родных языков в данной гимназии. И вопрос напрямую связан с этой темой. Всестороннее развитие детей важно. И в этом вопросе нельзя забывать о культуре, так как это – нужный аспект любого образовательного процесса. Так Сергей Кравцов ответил на обращение. Затем раскрыла тему вопроса заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. Все поступившие обращения активистами родительского сообщества, а их было более полутора тысяч, проанализированы и наиболее острые стали предметом обсуждения. В пятерку лидера вошли темы, посвященные вопросам содержания общего образования, организация горячего питания, труда учителя, изучение родных языков. А тема здоровья в этом году стала основной. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Усть-Джигутинский район.